Добрый ранец! Старшиня Белтелерадиокампании наведал открытое акционерное товариство «Гомельбудматериалы». Енаць Давыдька з'является членом одной из рабочих групп, створенных при администрации президента Республики Беларусь. Почас визиту старшиня БТРК не только ознайомился с особливостями вытворчасти, а и провел разговор с прационным коллективом. С подробностями Яуген Пабалавец. Сегодня открытое акционерное товариство «Гомельбудматериалы» – наибуйнейших предприемствах в области и республике. С дольной отцелком задоволять потребность у высокоякостных будавнейших материалах. Это теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, силикатные камняни и цегла, стеновые блоки зячейстых бетонов. Предприемство, працюю на всю Беларусь, поставляя выработки на экспорт у Россию, Украину, Прибалтику, Чехию и Польшу. Хоть там и властные продукции такого рода достатковые, привабливают соотносины цены и качества. На прикладу, опошенный раз, кошь продукции предприемства побяли 62 года тому. Доброе финансовое остановище дозволяя утримливать на предприемстве высокопрофессийные кадры. Коллектив у нас стабильный, текучесть кадров у нас минимальная, где-то на уровне 2-2,5% в год. Поэтому люди профессиональные работают долго, есть трудовые династии. Поэтому коллективом мы занимаемся постоянно, это требует больших усилий, но без этого обойтись невозможно. Средняя зарплата, прошлый год мы закончили где-то на уровне 7 миллионов 600 тысяч. Сегодня коля 60% працанников ААД «Угомельбудматериалы» не старейшая за 35 годов. Люди бачать перспективу, дорожать своей працей. Тем более, что на предприемстве створены певные умовы, как достатково зараблять. На открытом акционерном товаристве «Угомельбудматериалы» еще в советских часов заховалась практика проведения споборницей по меж цехами. Правда, сейчас основным показчиком является якость продукции. Переможцы таких споборницей что месяц отримливаются от 20 до 40% от доклада премии. Это серьезная финансовая мотивация. Геннадзь Давыдька не только ознайомился с особливостями вытворчасти, а и провел разговор с працанным коллективом ААД «Угомельбудматериалы». Под час информационной встречи задавались разные пытания. От планов по развитию медиахолдинга «Белтеля радиокампании» до якости телевизионного продукта. Меня что порадовало? Те вопросы, которые задавались из зала по поводу развития «Белтеля радиокампании», контента или дополнительных каких-то съемочных возможностей. Все это мы уже предпринимаем, мы над этим уже работаем. Это говорит о том, что мы примерно, не примерно, а достаточно точно уже знаем, что хочет наш зритель. Старшиня «Белтеля радиокампании» отзначил, что сегодня гомельское предприемство может служить прикладом поспеховой модернизации и стабильной працы в непростых экономичных умовах. Евген Паблавец, Игорь Марышенко, телер радиокампания «Гомель». Напереды дни у Белой гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича отбылось урочистое урученне, что годовых премий Гомельского облыва «Канкама» специального фонда президента Республики Беларусь по патрымце талиновитой молоди. Свои заслуженные у знагороды отрымал 21 человек. Гэта навученцы мастацких установ адукации, а так само актеры театра у региона. С представниками творчих профессий познайомился Дмитрий Кота. «Их талинт немая межау». Такая фраза прагучала со сцены Белой гостиной на початку урочистой церемонии. И, як подтверждение гэтых слов, мини-концерт зуделом селетних лауреатов. Виртуозное выканание композиции на самых розных музычных инструментах ясше раз подкресливая, что Гомельская земля – багатая на талинты. Молодые артысты уже зараз являются саправдными зорками, якими ганарыца Гомельщина. За своими узнагородами выходят так само актеры театров и мастаки. Для Анастасии Шведовой гэтый момент по-особливому важны. Дзялчина усе свое жице займается живописом. Отриманная премия – подстава для будущих досягненьев. Это приятно, я удивлена, потому что выбор пал, так сказать, на меня. Сегодняшняя награда для меня может быть хорошим основанием для дальнейшего развития в искусстве и основанием для самоутверждения в нем. Все лета 18 человек отримали премии Гомельского облвыканкама и еще трое от специального фонда президента краины по патрымце талиновитой молоди. Узнагорода в шарговый раз доказывая, что, когда проявляешь самоданность и процессдольность, это николи не застанется незауваженным. Совершенно замечательно, когда у страны есть молодежь, которой можно гордиться. И этот год особенно знаменателен, потому что в год культуры действительно проявляются наши маленькие таланты, которые хочется не просто поддержать, а действительно хочется наградить и спустя какое-то время увидеть, кому будут рукоплескать залы, кому будут вставать и кланяясь говорить спасибо. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается День Конституции Республики Беларусь. Конституция – головный закон державы и основа ее правовой системы. Державный документ гарантует всем гражданам краины ровные правы, обороненное и стабильное життя. З нагоды свято сегодня на Гомельщине, яки у целом по краине, будут проводиться бесплатные консультации для граждан, которые будут вертаться в нотариальные конторы. Организатором этой доброченной акции выступила Беларуськая Нотариальная Палата. Любые жадают, что на протягу сего дня сможет отримать бесплатную консультацию по пытаниях, яки у выходят в компетенцию нотариусов, у тем лику оформления спадшинных правов, складания завещаний, шлюбных договоров, отчужения майомости. Спис адресов Нотариальных контор и бюро, а так само час их працы, можно удокладнить на сайте Беларуськой Нотариальной Палаты. До речи проведения подобных акций, промеркованных до державных святов Беларуси и инших памятных дат, для нотариальной супольности нашей краины з'является традиционным. Такие мероприемства завсюду користаются великой популярностью и цикавостью с боку грамадян. Это система нашего Гомельского Нотариального округа. Мы практически каждым дням, где можно рассказать о правах граждан, в том числе защита детей, защита интересов инвалидов, защита ветеранов, участников Великой Отечественной войны, к этим дням мы тоже приурачиваем такие акции и стараемся как можно больше рассказать гражданам об их правах. З нагоды Дня Конституции по всей краине юным беларусам уручают галоны документ – пашпорт. До акции под названием «Мы, грамадяне Беларуси» долучилась и Гомельская область. Сегодня у областных грамадско-культурных центров пашпорты уручатся представникам «Адораной молодзи региона». На передании у Центральной городской библиотеки Мягерцена отбился городский этап акции. По традиции, в аурочистой обстановке пашпорты уручили представникам «Талиновитой и активной молодзи областного центра». Право отримать документ с рук представников Улады, ветеранов войны и працы удостоились 22 школьники. Сирот их – переможцы розных олимпиад, конкурсов и фестивалев. По жаданню молодому поколению огучили самые гоноровые гости – ветераны Вяли Кайчиной войны. А святочную атмосферу потребляли творчими номерами юные артисты Гомеля. День Конституции – это не просто дата в календаре. Это праздник, который вокруг себя может сплотить весь наш народ. Этот праздник, который нам доказывает, что наша страна действительно является суверенным государством, которое достойно представляет на мировой арене наш белорусский народ. Сегодня означается Сусветный день обороны права успожилцов. Упершиню ее назначался в 1983 году. В раздва годы Генеральная ассамблея ААН приняла кирующие принципы для обороны интересов спожилцов, дякуючи чому спожилецкие правы отрымали международное признание и законность. У Беларуси дата 15-го саковека, як День спожилцов на державном узроне, заснована у 2000-м годе. Традиценно, что год Международная федерация спожилецких организаций вызначает тематику сусветного дня обороны права у спожилцов. Все лета она хочет, як выключить антибиотики зменю, а свято проходить под девизом «Здоровое харчаванне, выбор сучасного спожилца». Сегодня на Гомельщине пройдуть промые линии по питаниях спожилецкой тематике с притягнением специалистов, территориальных державных органов и наибольшь буйных гандлевых объектов. До того ж, на рынках будет организована работа консультационных пунктов по информованию грамадян об основанных спожилецких правах. Активисты громадского объединения инвалиды-спинальники сустрелись с выкладчиками и студентами факультета промысловая и грамадянская будовництва Гомельского державного университета транспорту. Основная мета притягнение уваги будущих аркитекторов да проблем людей за межаванными махчымастями. Олег Сенцеров потекавился об чим шла размова. Уголовный корпус Белорусского державного университета транспорту члены областного объединения инвалиды-спинальники трапляют без особливых проблем. Уже шмат годов тут иснують пандусы, які дозволяють рухаться по территории. Креху поздней непосредственно подчас сустречи с будущими архитекторами означается, у Беларуси затверджены отповедные будовничные нормы и нема поста указать об их массовых порушениях. И иншая справа, что навыд одинковые выключения могут створить шмат проблем. Члены громадских объединений погоджаются, есть разные причины. Главное шукать максимум их реализации, а не посылаться на тяжкости. Причина, которая улучшается наиболее часто, когда размываются в проблемах со створением безбарьерного сиродия, не хопая сроков. Инвалиды-спинальники с этим сгодны только частково, и они даже распроцовали властную презентацию, в которой продемонстровали основные порушения при проектировании и будовницах. По великому рахунку убрать частку бордюров, чтобы человек мог свободно трапить на тот же тротуар, проблемы не складая, как до речи не потребует значительных затрат и нанесения на скляные двери крам специальных полос для людей с дрянным взроком. Некоторые владельники будинка двери ставят такой конструкции, что на тот же колясцы внутрь никак не трапить. Будущих архитекторов такие относенные до стандарта даже удивляют. Олег, это соправдит так. Это бордюры, лестницы и узкие двери. Да, потому что это основные препятствия, куда не преодолев их не войдешь никуда. Хорошо, по лестнице еще можно как-то попросить кого-то тебя подняли. Бордер, ты тоже кого-то можешь попросить, но двери это все, это уже никак. Олег Сентюров, Йоген Макеенко, телерадокомпания Гомель. У Гомеля прошел фестиваль прохожосте «Золотая пролеска». Профессийный конкурс собрал больше как 90 майстров цырульницкого мастаства и нейл-дизайну, а так само с поборницей профессионалов, майстер-классы, шоу-показы салонов прихожосте, как это отбывалось, ведая Катярина Сапельникова. Гомельский фестиваль был один из самых ярких в Беларуси, когда 100 представников индустрии прихожосте из всей страны продемонстрировали свои конкурсные работы. Модные, креативные, подъемные и, видимо, весельные прически у сего 20 номинаций. Новинной этого года стали тату-стрижки. Такие эксперименты издевили навод строгой журы. В номинации хайр-тату представлены достаточно очень сильные мастера. Конкурс радует нас, что на территории Гомеля до такой степени очень сильный конкурс в этой номинации. Видовищным стало и перетворение девчат у невест. Майстри у сего за полгодины выконывали творчие работы. Але, как признаются удельники, рихтоваться починали за некольки месяцев до конкурсу. А клиентки звичайно просят обзусим в инших укладках. Просит сделать что-то, чтобы это выглядело словно она встала утром и пошла. А что-то более естественное поправить рукой и сильно не париться по поводу того, что прическа может развалиться или еще что-нибудь испортиться. Коли в кандидатурах на роль невеста недохопа не было, то женихов с предатной шевельюры треба было пошукать. Микита Усольц сокрыта прическа Элвиса Пресли раскрывая на специальном манекене. Живого человека попробуйте найти, который захочет на черный цвет покраситься и естественно волосы сейчас не у всех хорошие, не у всех жесткие, а надо довольно жесткие волосы. Кажучи про особливости селетнего фестиваля организаторы отзначают взрослый дельников. Модная индустрия молодая, большая частка мастер юниоры. Но это не отбивается на узровне конкурсу. Больше затое наступная золотая пролезка набудет статус международного фестиваля. Катерина Сапельникова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель. До инших тем. У картинной галереи Гаурила Вашенки отбылась презентация выставы мастачки с молодечной ядвиги синько «Святло икон». Жихары гостей областного центра смогут убачить экспозицию до сяредины красавика. Творчость талиновитой мастачки починаючи с 1997 года непарывно связана с християнством. С того часу Ядвига Синько написала больше 1800 икон картин. При тем, что большость их связана с православной тематикой, на выставе можно убачить и католитские иконы. Работы Ядвиги Синько находятся у приватных коллекциях у России, Польши, Германии, Франции, Италии, Англии. Як означает аутр, с тягом часом мастатство переносить в образы на полотны удоскональвается. А лишь застается упевненность, что лепшие картины еще не створаны. На Синько